Поэта Паши Броскова. Александра Шавина была в Керчи, ей уговаривала пойти с нами, но она решила не приезжать все-таки в Киев ради такого события. Собственно, мы пришли туда и... Лучше бы не приходили, скажем так. Мы были третьей волной уходивших оттуда. То есть люди приходили, впадали в какой-то ступор и уходили, потому что это было ужасно. Маша, ты падаешь в моих глазах, ты ходила на Бросков. Нет, я пошла посмотреть. Что там? Он открывал там, типа, стра-та-та, короче. Вот, сори, бабушка, новая творческая площадка. Мы пришли туда, мы даже не сели. Да, это было сори бабушки, ребята. Это Паша Бросков. Вот, и, собственно, после этого я зашла в его группу, увидела там 45 тысяч подписчиков, 100-500 лайков возле каждого стиха, особенно Петя и Вася, два геи, и любят друг друга до слез. И после этого я написала вот этот вот пост. Спасибо, Егор, что ты репостил. Я думаю, не один я это сделал. Да. Еще сегодня буду читать то, что я не читала, и если будет сильно страшно, то можете мне чем-то бросать. У меня только пиво. Нет, толку. Я видел книгу. Я согласна. Я видел книгу. Я книгу стою за ручку. А, я услышала, если пиво, а не книгу. Нужно говориться молчанием. Все, хорошо, я буду читать. Вики. Давай я скажу тебе то, о чем молчу каждый день. Скажи, что устала, скажи, что ужасно, лень вставать на работу. Замкнутый круг. Сменяя собой друг друга, заботы и хлопоты проносятся сквозь меня. Не хочется что-то менять, но хочется быть с собой, с тобой. И чтобы прибой нас баюкал, спасая. Двое, уже полноценная стая, если умеют летать. В полете. Тишь в полете. Гладь океанская становится гладью стали. Кем бы мы были и кем бы стали, если бы делали то, чего вправду хочется. Меньше было бы одиночества в каждой глазах. Еще. Я хочу, чтобы мир сегодня затих. Чтобы каждый циничный псих поверил в мечту. Законы, которые чту, вызывают скорее к сердцу, чем к разуму. Одно с другим, правда, не слишком связано, а отсюда, возможно, в себе. Это как обувать без шнурков. Кеды вроде бы ноги в тепле, но велика вероятность упасть. И еще. Пожалуйста. Не путайте любовь и страсть. Не обманывайте себя. И еще. Пожалуйста. Уходя, всегда закрывайте дверь. Плотно. Тогда, поверь, за ней будут помнить только хорошее. А плохое, ненужное ношено будет свалено в старую кучу моих потерь. Всего не сказать, все можно только прочувствовать. Теперь мое сердце грустное полно, устали. Теперь закрываю рот и иду ко дну. Не оставляй больше меня. Одну. Мне уже нравится этот день. Мне нравится туман, спустившийся на город. И листья, прилипшие к асфальту, тоже не могут не радовать. Мне нравится думать, что когда-нибудь в такую погоду нам будет лень. Мы не захотим выходить из дома, а будем сидеть там целый день, попивая трояной чай. Или отправимся гулять по полям. Я буду бежать вперед, кричать, догоняй. А ты, ты будешь кричать след, не убегай от меня так далеко. И я не убегу. Я навсегда останусь. Буду греть для тебя молоко с медом, когда заболеешь. Видишь, ты меня греешь взглядом одним. Мои дороги никогда не приведут меня в Рим, только к тебе. И ты будешь счастлив, будешь спрашивать, как мне удается делать это дело одновременно. И почему у меня сбиты колени и в волосах солома. Спросишь, почему я каждую третью пятницу не ночую дома и прихожу под утро. Я скажу, что смутно все помню, сяду на подоконник. Ты подойдешь, назовешь птицей и покладешь по волосам. Знаешь, когда ты сам, я за спиной стою и берегу твой сон. Ветер октябрьский поет со мной вынесу, чтобы ты лучше спал. Собери меня, забери с собой. Не твоя вина, что наш шатолог путь. Не захочешь пить, окажусь пустой. Не захочешь спать, и я тут как тут. Этот холод твой сердце льдом сковал. И не скажешь даже, как дальше жить. Мой мирок теперь непомерно мал. Между нами, наверное, порвалась нить. На твоих глазах превращусь в грозу. Орошу дождем голод всех земель. На моих глазах превратись в слезу. И китом огромным рвани на мель. Не ругай меня, я тобой дышу. Затаит дыхание выше сил. Не ругай меня, я тебе пишу. Хоть об этом ты вряд ли меня просил. Этот стих, это я пыталась его с 24 декабря дописать. И только в январе, вернее уже да, в январе, на Рождество я его дописала. Вот. Он какой-то очень конченый, но мне очень хочется его прочитать. Я сегодня вспомнила Лилю Брик и красивого Лысого Маяковского. Это было тогда, когда мой тихий крик обратился раскатистым эхом. Моя комната красная. Даже ночь, к сожалению, и тьмой не может своей мне хоть как-то маломальски помочь, разукрасив в черном мой мир. Я открыла глаза, а вокруг ничего. Пустота, пустота. Только где-то внутри, хороводом светлым, вокруг него, в смысле сердца, кружится жизнь. Мне молчать бы, знаешь, а я кричу. Я хочу палача, я хочу палачу. Оттого я, наверное, сегодня молчу. Мой палач оказывался чужим. Этот воздух выжжен теперь тобой. Я ничья слеза. Я пустынный дом. Я забытый всеми ночной прибой. В старом парке на лавке уснувший дом. Я бегу по дороге. Зачем? Куда? Задыхаюсь, ломаюсь напополам. Я кому-то нужна, как земля вода, как ключи к потерянным кандалам. Я кому-то нужна, только вот кому говоришь, что слабость не твой удел. На тебя я все же свалю вину, что меня когда-то недоглядел. Я еще чуть-чуть и свалю. Извините. Это не спам. Это не сам. Это не сон. Ты говоришь, верь мне, и все пройдет. Ты говоришь, солнце ушло домой. Ты говоришь, скрылось за поворот. Если не бог, значит, без ног и может над. Я говорю, все утечет, не уходи. Я говорю, ты ни при чем, ты мне не враг. Я говорю, усни на моей груди. Если ты мстишь, значит, не мстишь, значит, сойдет. Вот уже год, слово не говорим. Тише полет, тише полет, тише полет, тишь. Наше безногое солнце уже горит. Лампочка над табличкой при входе в рай. Странно. АПЛОДИСМЕНТЫ Она просто живет у окна, между каптусом и странным болотным растением. Я знаю таких оконные женщины-тени приходят сюда умирать. Она смотрит на меня с тягостью, а мне все равно. У меня в запасе много красочных слов, поэтому сижу даже не на полу, просто в тихом диванном углу сижу и слушаюсь. Сейчас выйдет добрый врач, скажет, садись к его. И сейчас выйдет добрый врач, скажет, садись. Чего тебе? Кофе? Чаю? Я расскажу, что скучаю по длинным косам. Он поставит невыговоримый диагноз, помашет рецептом перед моим носом, поправит очки в дорогой оправе, скажет, «Деточка, вы не правы, что среди зимы ходите в платье белом. Скажите, зачем?» Просто мне все надоело, отвечу и сразу уйду. Просто так, сквозь серость больничных стен. Главное, наверное, это не кто, а с кем, главное, это плен, в который тебя зачем-то берут, а позже там находишь уют, начинаешь лазочки рисовать углем по бетонным стенам. Лучше остаться одной, чем с теми, кто перед тобой строит стены из сладкой лжи. Потерянные во ржи хотят, чтобы вокруг не ржавели колоссии, а шелком алым под ноги стелились маки. Если верность удела собаке, значит, я рыжий пес. Я стою, утыкая свой нос тебе в плечо. Разговор ни о чем не уместен, натянут, плов. Закрываю глаза и прошу про себя, чтобы Бог дал еще раз делать последний вдох, а на выдохе ты исчез из моей груди. Открываю глаза, продолжаю шептать «Уходи», но уже понимаю, что что-то пошло не так. Я сижу на диване, в углу, на коленях рюкзак, и снова коридор, запах нового здания перемешка с лекарственным духом. И мухам есть где разогнаться, но ни мух, ни души. Странно. Ну, еще два маленьких. Говори со мной ласкови, слушай меня внимательно. Я умею любить, я умею прощать предателей. Обнимай меня крепко, будь со мной заодно. Говори со мной, лишь говори со мной. Принимай ближе к сердцу все мои слезы тебе, забывай мои сны, влюбляйся в ночной прибой, отражайся небом в купленном серебре. Говори со мной, ты говори со мной. Не дави на жалость, если вдруг был неправ. Приходи ко мне, забывая дорогу домой, не ругай за помаду, полюбившую твой рукав. И всегда, пока можешь, всегда говори со мной. Узнава в толпе среди безумных лиц, подавай мне руку и называй родной. Оставляй на мне тень от своих ресниц. И говори, говори, говори со мной. Сколько дышу, сколько живу, всегда. Помню, что я когда-то стану землей. Субтитры создавал DimaTorzok